Горячее питание детей во время их пребывания в школе является важнейшим элементом обучения, так как сытые дети меньше отвлекаются и гораздо лучше концентрируют свое внимание на учебе. На сегодняшний день 1371 школа Республики обеспечена горячим питанием. Из начала нового учебного года планируется обеспечить еще 295 школ горячим питанием. В настоящее время в школах, где будет осуществляться программа горячего питания, проводится ремонт столовых. В общеобразовательных учреждениях обязательно есть траковины с теплой водой и жидким мылом для мытья рук перед едой. Меню разнообразное и самое главное нравится детям. Мы кормим детей супом, кашей, даем булочки, компот или чай. Еще есть различные крупы. В общем, рацион богатый и очень хороший. Детям нравится, как их кормят, а это самое главное. У Министерства образования и науки есть стандарт, в который входит также и горячее питание в школах. Мы подчиняемся этим стандартам. Горячее питание для детей – это залог хорошего образования. После того, как у нас появилось горячее питание, улучшилась успеваемость учеников, а посещаемость возросла. Проект по реализации школьного питания во всех регионах Кыргызстана реализуется совместно с Министерством образования и Министерством здравоохранения, а также при поддержке международных организаций. В 2016 году были утверждены санитарные нормы для общеобразовательных школ, где конкретно расписаны требования к помещению, качество приготовления пищевых продуктов, а также есть санитарные службы, которые проводят необходимые проверки в школах. Также были утверждены новые рецепты школьного питания. Как известно, правильно и сбалансированное питание, которое потребляют дети, они потребляют все необходимые вещества в организм, которые дают им работоспособность, то есть, чтобы они могли акцентироваться, фокусироваться только конкретно на учебе. Программа по обеспечению детей младшего школьного возраста горячим питанием начала работать с 2018 года. Это очень большая программа, которая прежде всего влияет на успеваемость учеников. В результате подобных работ было отмечено повышение успеваемости учеников, посещаемость и заинтересованность на уроках. На сегодняшний день в стране горячим питанием обеспечены около 200 тысяч учащихся. Перед министерством поставлена большая задача в повышении качества образования учащихся. И полноценное питание ребенка, это имеет огромный вес, чтобы он мог акцентировать свое внимание на учебу и имел силу учиться. И, конечно, на сегодня составляется государственная программа, где в обязательном порядке наша межведомственная рабочая группа рассматривает проведение мониторингов качества питания учащихся. Работа по обеспечению школьным питанием не обошлась без помощи международных организаций, таких как Мерсико и ВПП ООН. Так, с помощью организаций в школы поставляется обогащенная железом мука, рис, растительное масло и горох с запасом на год. Также они помогают оборудовать школьные кухни и повысить квалификацию поваров. Отметим, что на сегодняшний день на питание одного ребенка в день выделяется 10 сомов. Алина Хайдаршина, Нурдан Каребеков, Пирамида.